здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о двух видах органического удобрения которые на своем участке может приготовить каждый огородник это компост и это травяной настой или травяная бродилов как ее еще зачастую называют садоводы в приготовлении обоих этих видов органических удобрений участвуют в общем-то одни и те же исходные субстраты это растительные остатки хотя в компост можно добавлять также и какие-то остатки животного происхождения вот я тут и косточку какую-то нашел и скорлупки которые уже пролежали не меньше лет трех-четырех судя по степени разложения основного компоста но до сих пор так и не разложились однако же и здесь и здесь основную массу составляют растения в чем ценность этих органических удобрений в том что эти органические удобрения содержат все те самые вещества которые содержали и исходные растения тоже в этой связи казалось бы они в полной мере должны обеспечивать растения всеми питательными веществами но не все так просто дело в том что у обоих этих видов удобрений происходит разные процессы приготовления случае компоста происходит аэробная переработка растительных остатков то есть микроорганизмы здесь участвуют которые дышат воздухом в том же случае если мы делаем травяной настой то в толще воды кислород очень быстро расходуются бактериями и другими микроорганизмами и происходит анаэробное разложение органического вещества поэтому сами процессы здесь принципиально разные из-за этого примерно 40 процентов азота которые мы могли бы ожидать найти в компосте улетучиваются в процессе разложения виде аммиака этого не происходит в случае если мы готовим травяной настой состав компоста более-менее постоянен ну конечно он очень зависит от того какие виды растений мы туда положили сколько там тяжело разлагаемых растительных остатков каких-то веточек щепочек и так далее кладем ли мы туда бумагу там опять же какие-то кальцевые материалы добавляем ли удобрения известковые материалы и так далее ну под состав здесь более постоянный состав травяного настоя чрезвычайно не постоянен потому что очень зависит от видов растений которые мы туда положили от того как долго мы делали этот настой от температуры при которой этот настой делался и так далее давайте поговорим о том какие виды растений предпочтительно сюда класть вообще в травяной настой можно класть все виды растений без исключения но за исключение может быть древесных растений то есть листья древесных растений не очень сюда хорошо класть особенно таких как лен каштан дуб и других силу того что они накапливают но много таких веществ которые обладают алилопатическим влиянием то есть они подавлю могут подавлять рост и развитие других растений кроме того таким алилопатическим сильным влиянием обладает золотарник он сейчас стал целой проблемой для республики беларусь наверняка и для регионов россии тоже это является проблемой для украины он зарастает сейчас пустыри и кладбище и так далее вот его тоже вот не в компост не в травяные настои лучше не класть он замедляет и ухудшает рост растений в общем то большая часть других растений является благоприятной и для компостирования и для приготовления настоя но все-таки некоторые растения для травяного настоя являются более предпочтительными как мы уже сказали травяной настой ну и компост тоже на травяной настой еще в большей степени является хорошим источником азота в этой связи растения богатые белком являются наиболее предпочтительными для закладки в травяной настой конечно же к таким растениям относятся биомасса бобовых растений потому что именно они накапливают много азота но если у вас вблизи участка не растут бобовые растения это клевер люпин это лядвиниц ну и масса других растений то можно использовать и другие растение богатыми азотом вот мои любимцы это конечно же одуванчик я его выдираю вместе с корнем на участке уже не так его много поэтому приходится ходить по окрестностям и выдирать его для травяного настой его надо выдирать максимально вместе с корнем это хорошо для избавления от него как от сорняка и для травяного настоя в том числе дело в том что питательные вещества минеральные вещества неравномерно распределены по растениям какие-то вещества концентрируются в корне какие-то вещества концентрируются в надземной части растений. Поэтому необходимо в настой собирать и то, и другое, для того, чтобы он был полноценным. Кроме того, моим самым настоящим любимцем является сныть. Сныть содержит почти рекордное количество белка среди растений небобового семейства. К сныти можно добавить диагель и другие растения семейства зонтичных. Поэтому сныть является очень хорошим компонентом травяных настоев. Также очень хорошим компонентом травяных настоев является крапива. Это тоже один из рекордсменов по содержанию белка в надземной части. Поэтому, если он будет присутствовать в вашем травяном настое, качество этого настоя будет очень и очень высокое. Среди других растений, которые следует отметить, это же, конечно, щавель. Это может быть разные крупнолистные, мелколистные виды щавля. Как я уже говорил в одном из наших выпусков, щавелевая кислота в очень-очень маленькой дозе является очень хорошим стимулятором роста растений, стимулятором развития растений, профилактикой болезней, вредителей, профилактикой падения завязи. Поэтому использование таких травяных настоев, в которых в состав входит щавель, является весьма и весьма целесообразным. Как для полива, так и для опрыскивания очень-очень разбавленным раствором. Кроме того, можно закладывать любые сорняки, конечно же, в травяной настое. Это и мокрица, и злаковые сорняки, и все остальные другие. Еще одним большим преимуществом травяного настоя является то, что если вы туда заложите сорняки с уже развившимися семенами, то в отличие от компоста, шансов сохранить их схожесть и жизнеспособность там нет. То есть даже при зачерпывании гущи этого травяного настоя, того, что там осталось, у вас минимальные шансы, что эти сорняки прорастут. Что же касается компоста, то мало разложившийся компост, компост прошлого года может сохранять огромное количество сорняков злаковых, таких как пырей, мятлик там, особенно колензоги очень много, незлаковых каких-то сорняков, ну и остальных других. В какой-то степени в отношении компоста эта проблема решается вермикомпостированием, ну то есть запусканием туда дождевых червей. Хотя эта проблема решается не полностью, не в полной мере, но все-таки определенным образом решается. Для того, чтобы сделать наш травяной настой более эффективным и минимизировать извлечение оттуда аммиака, который образуется в процессе брожения, необходимо туда добавить небольшое количество кислоты. На 50 литров полстакана любой органической кислоты, будь то молочная в виде литра сыворотки, например, или разведенный уксус полстаканчика, или основательная столовая ложка лимонной кислоты, будет как раз то, что надо. Образующийся в процессе брожения аммиак будет образовывать аммонийные соли с этими кислотами и, соответственно, будет связываться, не будет испаряться через воду. Таким образом вы повысите ценность своего травяного настоя. Но надо помнить, что и травяной настой, и компост могут содержать только те вещества, которые содержатся в вашей почве. Если в вашей почве каких-то веществ не хватает, то их не будет и ни в травяном настое, ни в компосте, ни откуда они не возьмутся. Если почва бедна побору, молибдену, кобальту, цинку, железу, то, соответственно, и растения произрастающие тоже будут бедны этими микроэлементами. Поэтому использование этих удобрений не отменяет каких-то подкормок микроудобрениями. Я надеюсь, что этот небольшой экскурс в органические удобрения собственного приготовления поможет вам приготовить их правильно, использовать их правильно. Это концентрированные удобрения, поэтому они должны разводиться как следует. Компосты тоже должны перемешиваться с землей, чтобы не допустить перекармливания или ожирения растений, а тем более поджигания корней или надземной части, если вы используете его для опрыскивания. Дать какие-то конкретные советы по концентрациям очень сложно, потому что состав не постоянен. В этом смысле правило, чем лучше не докормить, чем перекормить, работает очень и очень хорошо. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что наш выпуск будет вам полезным. И, соответственно, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши выпуски. Впереди у нас очень много интересного. Мы поговорим и о кротах, и о фитофторе, и о разных болезнях, и о сохранении нашего урожая, и о всем, о всем, о всем интересном. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok